Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 29 сентября и рубрика Дачный сезон продолжает свою работу. Итак, сегодня мы с вами готовим новое блюдо. Сегодня у нас кабачок. Главный ингредиент. Кабачок. Из кабачка можно приготовить огромное количество блюд. Можно его потушить, можно его сварить, сделать из него кабачковый суп, можно сделать рагу, можно пожарить его, можно также его натереть на терке, то есть можно его использовать в сыром виде. То есть кабачок можно использовать в любом виде. В любом виде он будет вкусный, полезный и питательный. И сегодня я хочу вас познакомить с новым блюдом из кабачка. То есть главный ингредиент это кабачок. Это наш кабачок, да, кабачок наш, значит, который растет, да, у нас в огороде. Это новый урожай. Значит, ну вот этот кабачок, да, он то, что у меня ушло на хранение, да, то есть вот этот кабачок я использую, потому что он, то есть вот начал уже, да, начал гнить, то есть начал портиться, вот. То есть вот то, что ушло на хранение, да, но этот кабачок, да, уже, то есть дальше не может, да, находиться, то есть дальше не может лежать. Его надо необходимо, его использовать, да, для любящих пищу. Вот, поэтому вот сегодня я хочу именно вот этот кабачок, да, то есть его выбрасывать не нужно, да. То есть из него можно приготовить блюдо, оригинальное блюдо, да, из этого кабачка. Значит, главный ингредиент кабачок. Лимон. Лимон, имбирь, лавровый лист и черный перец, да, черный перец. То есть, ну, сегодня, да, и кастрюля, да, нам понадобится кастрюлька наша, в которой обычно я варю компот. Но вот именно она, эта кастрюля большая, да, вот именно вот для этого кабачка, да, необходимо выбрать кастрюлю, побольше, побольше, да. Итак, мы сегодня не будем ничего варить, не будем тушить, не будем жарить. Мы будем сегодня наш кабачок солить, да, солить или мариновать по-другому. Да, и еще нам понадобится черная соль, да, тоже необходимый, один из необходимых ингредиентов. Это черная соль. То есть вы можете использовать все, что угодно, да, что вы обычно предпочитаете. Можно использовать чеснок, можно использовать, то есть все ваши специи, да, ваши любимые, можно использовать как вариант, как маринад, да, как для того, чтобы приготовить именно этот кабачок. Но я сегодня использую для маринада, да, имбирь, имбирь, лимон, лавровый лист и черный перец. И черную соль, да. То есть, ну, а если у нас имбирь, да, сегодня имбирь используемая, значит, мы не используем уже чеснок, потому что чеснок и имбирь не сочетаются друг с другом. То есть у нас идет имбирь отдельно и плюс лимон. То есть получится такой вот, да, маринованный, маринованный, да, кабачок, квашеный, можно так даже сказать, да, квашеный. То есть потому что мы будем использовать соль. Вот, и будем его именно заквашивать, да, именно в свежем виде, в свежем виде, да. То есть для начала мы должны, значит, почистить наш кабачок, да, снять с него кожицу и нарезать его кубиками, да. И после этого уже сложить в кастрюлю нашу подготовленную чистую сухую кастрюлю. Вот, и желательно, да, чтобы это была большая кастрюля, то есть чтобы было места больше, да, потому что кабачок большой, чтобы было больше места, да, в котором он будет вот именно заквашиваться, наш кабачок. Итак, все необходимое мы подготовили, да, и теперь мы уже приступаем непосредственно к процессу приготовления нашего сегодняшнего блюда. Итак, увидимся в следующем ролике. Спасибо. Спасибо.